Роман Волк написал. Роман, огромное спасибо. Очень стараюсь быть не то чтобы молодцом, а стараться. 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 Делиться полезной информацией. Стараюсь делиться правдой, ребят. Правдой. Потому что, ну хрен кто говорит на самом деле правду. Постоянно все пытаются нам напарить. Хочешь похудеть? Купи вот эту хрень. Хочешь набрать массу? Купи вот эту хрень. Нафиг вам ничего не нужно. Здоровые, нормальные продукты. Самое, самое, ребята, важное, что вам нужно, это знание. Знание это ключ к здоровью. Знание это ключ к силе, к долголетию. И к тому, чтобы и детям, своим, и родственникам помочь стать лучше и дольше, и качественнее жить. Это только знание. Сахар-песок у нас делается рафинированный сахар. Это синтезированный. Синтезированное белое рафинированное зло. Вот иначе я его назвать никак не могу. Вот синтезированное белое зло в виде белого сахарного, сахарного, сраного тростникового, из сахарного буряка, из кукурузы, из чего угодно, синтезирует белый сахар, который является источником, главным источником проблемы. Инсулиновый индекс 100 у сахара и у глюкозы, при условии, что, например, сахарный тростник, это очень полезная штука, которую, когда вы используете в пищу, она содержит и массу минералов, и витаминов, и клетчатка в ней находится, и незаменимые минералы, которые сложно получить из других источников. А когда синтезируется, да, из сахарного тростника достают вот этот вот рафинированный сахар, он же и называется рафинированный, потому что на английском называется refined sugar, а refined это синтезированный, то есть концентрированный. Я вас умоляю, пожалуйста, держитесь от этой нечисти подальше. Если вы готовите, вы используете для подслащения, либо, хорошо, окей, коричневый сахар, песок, может быть, можно, я его сам использовал в своем рецепте о запеканке, либо мед, но медом не с тепловой обработкой, а после факта тепловой обработки вы используете мед. Потому что это единственный, более-менее адекватный продукт, который, главное, не нагревать, который, я считаю, полезным. И он сладкий. Единственный мед, это вещь решающая. Ну и, конечно, не совсем сладкий, но горький шоколад, темный, предыдущее, предпредыдущее видео, ребят, называлось «Мой любимый десерт», вкусный и полезный, просто fucking crazy вообще. Черный шоколад 85% плюс или 78% последний я брал. Боже, черный шоколад, ребят, из всех десертов, это мой вам огромный отдельный совет по поводу черного шоколада. Это сказка вообще. Я вам сейчас скажу, чтобы каждый услышал, тот, кто не смотрел то видео о шоколаде, ребята, если у вас есть ломка к углеводам и есть ломка к, как они называются, к десертам, пожалуйста, во-первых, посмотрите то видео, а во-вторых, ребята, используйте в своей диете черный шоколад 78, 80, 85, 90% какао содержания. Это фантастический продукт, во-первых, с потрясающими антиоксидальными действиями, то есть он борется с раком. Во-вторых, шоколад настоящий содержит в себе ненасыщенные и насыщенные полезные жиры фантастического качества. Я там показывал этикетку, и углеводы, ребята, самое божественное, это то, что в шоколаде 85% содержится всего 19 грамм углеводов, из которых там 10-11 сахар. Вы понимаете, что из плитки шоколада вы получаете всего чайную ложку сахара, и то это медленный сахар, это сахар, который будет поднимать сахар в крови не так быстро, как молочный шоколад или какая-нибудь нечистая нутенла. Потому что углеводы, которые вы получаете из черного горького шоколада, они связаны с жирами из этого же черного горького шоколада, и он тормозит процесс пищеварения драматически. И любой человек, который не может отказаться от десертов, я вас 3000 раз заклинаю, умоляю вас, пожалуйста, включайте черный шоколад 85% плюс. И самое важное, когда вы открываете упаковку, он никогда не должен лежать просто так, завернутый в фольге, он должен, эта фольга должна быть запечатана по периметру, он должен быть в такой вакуумной упаковке. То есть фольга, она машинным способом складывается и запечатывается, то есть нет доступа кислорода, обязательно не должно быть доступа прямого кислорода, пока шоколад лежит на полке. Открываете и смотрите, если он вакуумный, вот линт, допустим, я беру, я открываю, и это фольга, ее нельзя просто, как помните, раньше была там, Аленка, ты развернул такой, да, как конвертик, и все, красавчик, у тебя все хорошо. Вот это вот неправильное хранение черного шоколада, он может терять свои свойства при доступе прямого кислорода, поэтому, пожалуйста, ребят, выбирайте запакованный и будьте все здоровы.